МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня, как всех, ни раз, ни два спасали вводные слова. И чаще прочих среди них слова, во-первых, во-вторых. Они, начав издалека, давали повод неспеша собраться с мыслями, пока Бог знает, где была душа. Это во-первых. А во-вторых, у нас в гостях поэт Александр Кушнер. Александр Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что приняли наше приглашение. Это во-первых. А во-вторых, почему кому-то нужны вводные слова, нужны какие-то подпорки? Так, из кого-то легко льется речь при первом же знакомстве. Нужны ли первые вводные слова? Они нужны, конечно, как всякие. Они действительно и усложняют, и украшают, и упрощают речь. Между прочим, и в стихах без них не обойтись. К счастью, может быть, да еще может быть такое удобное слово, к нему все глаголы под рифму идут. Любить, говорить, забыть и так далее. А вы читаете современные стихи? То, что сейчас пишут? Да, читаю. И мне присылают стихи в большом количестве по электронной почте. Так что более или менее в курсе. А есть какое-то общее впечатление о том, что происходит в этом цеху? Вы знаете, поэзия – это такое огромное дело, замечательное, что оно не укладывается ни в какие рамки. И как в любом искусстве, есть достижения, а есть провалы. Но если говорить в общих чертах, то, по-видимому, надо сказать, что есть разница между нынешней поэзией и, допустим, поэзией, которую я застал в своей юности. А вы можете сказать, что за разница? В чем особенность того, что сейчас, и чем отличается от того, что было? Да. Видите ли, в прежнее время на страже смысла стояла редакция и цензура. И мы ее всячески, эту цензуру, проклинали. Представляете, в стихах, допустим, слово «бог» было невозможно. Мне в одном из стихотворений пришлось заменить его на «дождь». Дождь был в кустах. Вот. С другой стороны, как это ни странно, когда все возможно, то появились стихи абсолютно бессмысленные. И это меня несколько, конечно, и травмирует, и пугает. Ведь как у нас в народе говорят, что такое стихи? Это то, что написано складно. Так вот, мы стихи почему любим так? Почему в России так привязаны к поэзии? Были, во всяком случае, всегда. Потому что чуть-чуть то, тут же мы вспоминали, «Белеет парус одинокий». Или «Выхожу один я на дорогу». Или там «Нет, я не дорожу в мятежном наслаждении». Пушкин обращался к рифме. Рифма – звучная подруга, вдохновенного досуга, вдохновенного труда. Рифма. А без рифмы стихи все теряют. Теряют свою прелесть. В России всегда любили поэзию. И Пушкин не сомневался в том, что она нужна. И своим друзьям, и своим знакомым, и молодым поэтам я очень советую не опускать руки, а все-таки писать стихи. Потому что у меня есть такое искрение, которое начинается так, и искусство, и есть продолжение жизни. И вот это такое замечательное продолжение жизни, которое помогает тебе, утешает тебя, необходимо и не только тебе, но и людям, которые любят поэзию. Ну, невозможно представить человека без музыки. И не могу представить человека без живописи. Не могу представить человека, не читающего прозу. И тем более стихи. Но вот вы стихи поставили последними в списке перечисленных вами искусств. Но, наверное, начиная заниматься поэзией, нужно понимать, что и тираж у тебя самый маленький из всех перечисленных вами. Десять или три тысячи. В общем, это колебания... Да, есть еще один глубокий, не скажу недостаток, а такая особенность поэзии. Она принадлежит одному языку. Русское русскому. Пушкин непереводим. И не нужно какие-то иллюзии сохранять. Иностранец не может понять ни Домик в Коломне, ни Евгения Янегина, лирики Пушкина. Нет совершенно. И Лермонтова не может, и Тютчева не может прочесть. И мы не можем по-настоящему оценить ни французскую, ни английскую поэзию. По-настоящему. Согласен с вами. Если хочешь тиражи, тогда пиши по-китайски, у тебя будет большая аудитория. Ну, наверное. Да, да. Но что делать? Что делать? Не может человек отвернуться от стихов, повернуться к ним спиной. И я уверен, несмотря ни на все, что я сказал, я уверен, что поэзия в России останется. Останется. Александр Семенович, вопрос. Такой профессиональный. Поэзия – это работа, как любая другая работа. Ну, в смысле, человек работает, когда он пишет стихи. Вы садитесь за письменный стол, неважно, просто. Вы начинаете писать стихи, когда у вас нету никаких задумок, а вы просто знаете, что вам нужно сесть и работать. Вы знаете по-разному. Иногда какая-то мысль рождается поэтическая мысль. Иногда достаточно посмотреть в окно. Солнечный день, и какая-то радость возникает невероятная. Иногда довольно вспомнить какое-нибудь стихотворение Мандельштама или Пастернака, и там золотистого мёда, струя из бутылки текла. Мандельштам. И это так хорошо, что хочется писать стихи. Понимаете? То есть вам всегда радостно сочинять? Вы не заставляете себя... Ни в коем случае. Но могу предположить, что прозаик может садиться и выдать там икс количество строчек. Видите, проза и поэзия это совершенно разные искусства. Может быть, проза отстаивает этой поэзии дальше, чем музыка. Потому что в стихах есть своя мелодия. А проза иначе строится. Прозаик обеспечен работой на месяц, на два, на полгода. Затеял роман, и всё в порядке. А поэт никогда не знает, напишет он стихотворение завтра или нет. Вот у прозаика есть свои неприятности. Да, он обеспечен надолго работой. Но когда он написал роман, ему больше делать нечего. А придумать новое, это так трудно. Понимаете, в рассказ заходит любой случай. И это проще. А роман, это же огромное здание, похожее на собор. Подизык, задумай его. Даже если нет ничего в портфеле, в задумке, всё равно, закончив роман, писатель опустошён про прозаик. Да, да, да. И я всю жизнь дружил с писателями. И я вижу, как трудно бывает найти новую тему. Страдание. Настоящее. А поэт, слава богу, такой одуванчик, мотылёк. Это не знает. Потому что в поэзии любой пустяк достаточен, чтобы написать стихи. Чтобы разрыдаться, мне не так уж много надо, довольно мух в окне, сказал Пастернак. Знал, что говорил. Я вспомнил последние две строчки Пастернака. Не знаю, решена ли загадка с Гизагробной, но жизнь, как тишина осенняя подробно. Совершенно верно. А у меня были стихи ничего, что я рядом с... Да? Придёшь домой, шурша плащом, стирая дождь со щёк. Таинственна ли жизнь ещё? Таинственна ещё. Вот. И вот это... Мне кажется, что это очень важное чувство, которое не стоит терять. Это чувство помогает радоваться жизни и вдруг прощать её ужас, её кошмары. Вот потому что всё-таки, всё-таки, значит, есть нечто непонятное совершенно. Александр Семёнович, удивительно, что вы человек с огромным опытом и живший в этой стране, видевший разные периоды, и продолжаете так же интересоваться жизнью и поэзией, как, наверное, интересовались всегда. Это удивительно, сохранить такую свежесть и восприятие и радость жизни. Спасибо вам большое, что пришли, нашли, приехали, нашли время. Я очень рад знакомству. Спасибо. Мне тоже очень приятно. Мы счастливы. Спасибо. Мне очень приятно, только я прошу прощения, если я говорил бессвязно и бестолково. Одно дело, когда отвечаешь на заранее известные тебе вопросы. А тогда вот мухи дохнут, когда... А другое дело беседа. Когда? Вообще в беседе отвечать за каждое слово нельзя, правда? Но это нормально, это и есть человеческая речь. И это тоже в своем роде тайна. Спасибо вам. Бывают в нашей студии гости, которым хочется просто не мудрство и лукаво задать вопрос. Как вообще дела старина? Что нового? Филипп, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вопрос я уже задал. Нового огромное количество всего. Даже не знаю, с чего начинать. Я вообще хочу рассказать про ваше любимое, я уверен, приложение, которое называется «Радио Арзамас». Мы его называем «Магическое приложение». Это приложение для мобильных устройств, в котором находятся все аудиоматериалы, лекции, подкасты, даже сказки, которые Арзамас создает. Арзамас – просветительский, иногда образовательный проект, в котором самые классные в мире эксперты, специалисты по истории культуры рассказывают самые интересные вещи в мире, то есть читают лекции об истории России, искусстве, возрождении и так далее. Вы не сказали слово «видео», вы сказали «аудио». Да. Это не случайный оговор. Совершенно верно, да. Вообще Арзамас занимается рассказом историй в разных форматах, но последний год мы особенно пристально занимаемся аудиоформатом, потому что многим нашим слушателям, именно слушателям, так удобнее потреблять эту информацию. И вообще, сейчас вы знаете, что есть такое, наверное, главное, что сейчас происходит в медиа, это подкастовое движение, подкасты. Очень трудно сказать сразу же, чем это отличается от простого разговорного эфира, но разница-то точно есть. И подкасты бывают разные. Есть нарративные подкасты, есть подкасты, в которых происходит диалог, подкасты, в которых может быть один ведущий. Все эти жанры мы используем, в том числе вот в этом радио Арзамаса, они доступны и удобны. Это между собой мы называем такой университет в кармане. Но кроме, собственно, этих подкастов, о которых я хочу еще сказать чуть позже, мы делаем... У нас есть много, в том числе, всякого в этом радио. Из новостей вышел фантастический курс. Одного, может быть, из крупнейших нынешних наших гуманитариев, просветителей, Мария Тамаровна Чудаковой, специалист по Булгакову и вообще по литературе 20-го века. Первая половина, наверное, прежде всего. И вообще, это весь курс про то, как изменилась литература, как изменился мир. Она еще читает фрагменты каких-то текстов разных авторов 20-х годов. И ты понимаешь, как меняется язык и что вообще случилось, черт возьми, после 17-го года с этой территорией. И, в частности, вот сейчас я слушал лекцию о новых героях, и я для себя открыл. Я не знал, что фигура иностранца, загадочного иностранца, который приезжает в Москву или в Петроград или в Ленинград, это вовсе не Булгаковское открытие. Это целый тренд был. И Булгаков, скорее, его закрыл своим Воландом. Там были персонажи удивительные, загадочные, тоже с такой дьявольским окрасом. Какие-то мужчины с перьями, горностаевых накидках. Страшно интересно. В самом начале вашего разговора я не хотел вас перебивать раз, просто из вежливости. Да, извините. А потом из некоторого стеснения, когда вы сказали, что, наверное, это мое любимое предложение, что правда, а единственное, что я должен сказать, что у меня его нет. Ну что ж, насильный мил не будешь, Алексей. Я не знаю, что вам сказать. Нет, это просто смотрите. Что мы делаем для того, чтобы... Надо идти, наверное, там, где все приложения, да? Да, это вот те, у кого есть андроиды, и те, у кого есть... Кириллица или неважно? Неважно. Нас уже там легко знают. Это радио Арзамас надо вбить в поиск. А, радио Арзамас. Он умный. Это его, да, картинка? Да, это его картинка. Установить. Готово. А сейчас он пошел. Сейчас он не пошел. Сейчас подержи. Это изменится к лучшему. Точно. Уже начало меняться. А, ну очень быстро. Смотри, жоп. А, супер. Все? Да. Все. Ну вот, добро пожаловать. Значит, у нас есть курсы. Есть подкаст, посвященный документальному кино. Только что мы запустили новый классный подкаст об истории денег. Он называется «Откуда деньги?» Я... Вот, вот. Это голос Доронченко. Я, да, вижу. Я просто увидел Дюра в Альбертине, поэтому... Это супер, кстати, история. Это такой сериал, аудиосериал, в котором Илья Доронченко вместе с нашим редактором Кириллом Головастиковым разговаривают про актуальные выставки. И последнее из каких-то... Вот вы меня спросили про новость. Это новость, которую оценила моя дочь Нина, которой почти 7 лет. Мы договорились с фирмой «Мелодия». И спасибо им огромное. Некоторое количество сказок, еще записанных в советское время, теперь тоже в радио «Разамаса» можно послушать совершенно восхитительно по всему. Ну что сказать, Филипп, я пропал. Мы встретимся там. Вы знаете, я хочу свое оправдание сказать. Вот такая у меня мысль есть, что почему все больше людей подписывается на это приложение, почему я сам это слушаю. Потому что мы живем в каком-то вообще довольно тяжелом, сложном мире, в котором ты ничего не можешь контролировать. Это хаос. И вот как-то еле-еле мы пытаемся его наладить. А здесь мы рассказываем истории, в которых есть порядок, в которых есть логика, которые, слава богу, закончились, как столетняя война. И ты на это можешь смотреть, ты этим владеешь, ты можешь этим управлять. Ну, не буду скрывать, мне хочется, чтобы наш разговор скорее закончился. Я пойду к себе и попробую все-таки что-нибудь послушать. Я рад, что вы решили больше со мной общаться, но замена более чем полноценная. Потрясающе. Филипп, спасибо вам большое. Спасибо вам. Почему большинство жалуются на жизнь, а кто-то берет и делает? Почему многие опускают руки при первых трудностях, а кто-то идет и не останавливается? И почему вообще одни сильные, а другие слабые? У нас нет готового ответа, но мы его ищем. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Когда читаешь о ваших делах, то думаешь, что это написано о разных, о нескольких людях. К тому же у вас фамилия такая распространенная. Но все-таки это один человек, это вы. Есть ли что-то главное из всех дел, за которые вы беретесь? Я последние 20 лет посвятил себя профессиональной полиграфией, я, конечно, профессиональный полиграфист, но дело для души, это я и моя команда замечательных людей, моих коллег. Мы из маленького захолустного города Киржач делаем такой хороший, интересный, культурный город и, может быть, даже, так скажем, туристический продукт. Мы создаем арт-пространство, мы создаем музеи по разным темам, делаем фестивали и просто живем такой интересной, насыщенной культурной плане жизни. Вы сами из Киржача, поэтому... Да, я родился, вырос и всю жизнь прописан в Киржачье. Но у вас же был и столичный период этой жизни. Да, это было связано с моим обучением в педагогическом университете, потом я закончил в Академии государственной службы. А эта фабрика полиграфическая в Киржачье существовала или вы ее сделали? Киржачская типография одна из старейших вообще полиграфических предприятий страны. В десятку входит. Единственное, что я выкупил в 2010 году документы и решил продолжить ее историю. Мне было бы проще, конечно, создать на новом месте все, но я очень с большим уважением отношусь к истории своего собственного города, поэтому не позволил, чтобы такое предприятие, которое имеет большущую историю, просто так взяло и растворилось, как большинство предприятий разного значения вообще по современной России. Вы назвали Киржачь за холостным городом, из которого вы пытаетесь сделать или делаете город настоящий. Какая реакция вообще местных жителей была на то, что вы какую-то активность там решили развить? Ну, скажу откровенно, первые 3-4 года я занимался, наверное, тем, что, если подходить как бы к этому с точки зрения психологии, я, наверное, занимался тем, что я формировал такую готовность населения, да, и к ее туристическому будущему. Почему? Потому что был вандалир на каждом углу. И, конечно же, несколько лет мы, ну, скажем так, проще говоря, мы там строили, а нас уничтожали. Мы там красили, а нас вандалили. Ну, и так далее. А что именно вы делали? 20 тысяч населения, население, наверное, инертного, пьющего, уезжающего на заработки в Москву, кто не пьющий, чтобы как-то сводить концы с концами. Что вы сделали, чтобы поменялось вообще представление о собственном доме, о собственном городе, у этих 20 тысяч? Ну, первое, что мы сделали, мы, во-первых, создали хорошего имиджа предприятия. То есть, начиная с 30 человек, сейчас нас почти 250. Человек – это команда моего предприятия. И взяли за основу, скажем так, социальную ответственность вообще за бизнес. Мы сделали для своих же собственных сотрудников, например, самый длинный в России деревянный пешеходный мост. И у нас сначала люди ходили на наши предприятия, там, три километра пешком, а сейчас всего 550 метров, и они в центре города. Это один из таких моментов. Что мы еще сделали? Мы выкупили весь более-менее, на законных основаниях, весь более-менее купеческий фонд, который есть в центре города, старые купеческие дома, старые лавки выкупили в центре города и сделали из них культурное пространство. Мы сделали выставочный зал большой, красивый, бесплатный, где экспонируются уже даже московские художники. Мы сделали пешеходную зону, небольшую, но очень красивую, облагородили, сделали опен-эйр, сделали выставку, посвященную Сергею Михайловичу Прокудину-Горскому, нашему известному пионеру отечественной, он наш земляк, пионер отечественной цветной фотографии, Сергея Михайловича Прокудину-Горскому. Скоро будем делать ему музей о деле, списали с его французскими потомками, ну, и многое-многое другое. Все, что мы делаем, то, что я делаю я своей командой, это, в первую очередь, не создание какого-то особого туристического пространства, это желание хотя бы спасти хотя бы один малый город России, и чтобы люди уже сегодня, учитывая общее такое настроение к культуре вообще, хотя бы один маленький небольшой город с его людьми, люди почувствовали, что вот в этом городе им посчастливилось родиться и жить, самое главное, жить, и жить дальше. Матвей Зевгений, вот все, что вы перечисляете в набережные, мост, культурные пространства, арт, вот эти самые все, где вы проводите, это все не бизнес, вы просто вкладываете свои деньги, ну, то есть, очевидно, что это не коммерческие предприятия, это все, в общем, просто от души сделано, это позволяет, типография вам позволяет это делать, или просто прежние капиталы вы таким образом используете, ведь это все благотворительство. Очень эффектно, эффективно, недорого используем свои собственные средства. А что думает об этом местная власть, как вообще отношения? Ну, местная власть, во-первых, город очень маленький, вся местная власть, это практически сейчас поколение, которое мы друг друга знаем с детства, вот, мы, мы помогаем городу, помогаем городу честно, бескорыстно, и город нам тоже помогает. Мы люди культурные, мы создаем музеи, и мы создаем пешеходные маршруты, мы делаем мастер-классы, мы все про культуру. Экспонаты, которые у нас есть в наших музеях, в разных музеях, они не должны просто быть где-то там на полках отдельно взятого коллекционера, я все, что приобретаю, я сразу несу в музеи. Музеи, вы сказали, а вот здесь есть медь, есть посеребренные, и, скорее всего, какой-то предмет, точно не самовар, хотя может показаться, что это самовар, но совсем не самовар, здесь нет ни поддува для трубы, для дымохода и так дальше. А что это такое? Это сосуд для вина, винный холодильник. Сюда засыпали лед, вот в эту трубу, да, в которой традиционно у нас как бы в самоварах используется для щепы и всяких там дров, вот, заливали вино и в летнюю погоду подавали. Это экспонат, медный, посеребренный, сделанный в Европе, ну, чуть больше ста лет назад. Интересная его надпись, которая находится на нем, это надпись, там написано от Соединенных Штатов Америки, да, да, за миссию в августе. Это такой экспонат, который стоит в музее, и около него можно стоять, например, целый час и рассказывать. То есть мы, наши музеи, они очень такие, другие немножко, они интерактивные. Мы идем, мы читаем историю через экспонаты. Евгений, спасибо вам большое. Я очень рад нашему знакомству, вашему визиту и тому, что вы подтверждаете эту мысль, что деньги – это великий инструмент и абсолютная категория добра. Спасибо вам. Я хотел сказать в заключение вам спасибо, но поскольку они инструмент добра, вот все экспонаты, которые еще здесь внизу лежат, на самом деле это деньги. И шейная гривна, просто ей 2500 лет, и вот эти прото-деньги, это кельтские деньги, это все деньги. Это все деньги. Это все деньги. И вот медь, она ведь служила в разных видах, в разных назначениях, в разных своих таких вот изделиях, и это все деньги. И они все вот когда-то так или иначе участвовали. Ну, за исключением этого кинжала кельтского. Как я богатство люблю и уважаю, как говорил один герой. Пластилиновый, правда. Евгений, спасибо вам большое. Всего вам самого доброго. Спасибо вам. Я тоже увлекался медью и самоварами, когда мне было лет 14. Город Калиен, теперь Тверь. Пункт приема цветных металлов у населения. Большой двор в середине этого двора гора из самоваров. Здоровый мужик, в руках у него кувалда. Одним ударом отшибает у самовара носик двумя другими ручки. Мой папа ставит перед ним бутылку водки. И первые три самовара оказываются в моей коллекции. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»